Где появятся летающие таксидроны? Как телефоны охраняют японских женщин? И зачем голливудская звезда Анжелина Джоли кормила детей пауками? Об этих и других новостях далее в нашем обзоре. Муж президента, жена вице-президент глава Азербайджана, назначил супругу своим первым заместителем. Мехрибан Алиевой, 52 года. И в случае, если муж по каким-то причинам не сможет исполнять свои обязанности, она по праву может перенять на себя президентские полномочия. Ильхам Алиеву власти уже 13 лет. До него страной 20 лет руководил его отец. Пробки ни почем, если ты на дроне такси. Такое чудо техники появится в Дубае уже в июле этого года. Пока что беспилотник китайского производства проходит последние испытания в Объединенных Арабских Эмиратах. Аппарат способен развивать скорость 100 км в час и подниматься на высоту 300 метров. Однако без подзарядки может работать не больше 30 минут и рассчитан всего на одного пассажира с небольшой поклажей. Телефон-охранник в Японии создали приложение для мобильного, которое предупреждает о насильниках. Программа Мимамочи распознает местонахождение владельца и посылает сообщения в случае приближения к местам, где ранее происходили преступления на сексуальной почве. Программу разработала японская полиция, чтобы женщины и дети чувствовали себя в безопасности. 94-летняя китаянка покорила интернет своими занятиями кунг-фу. Несмотря на возраст, Джан Хэсянь в отличной форме. Китайской гимнастикой она занимается с 4 лет. Долгое время работала тренером, теперь занимается со своим сыном и тренирует внучку. Боевое искусство не раз выручало ее в жизни. А однажды Хэсянь спасла соседку, которую избивал муж. Одним ударом в груди ей удалось сразить мужчину на повал. 296 щелчков пальцами за минуту ради рекорда сделал японец. Студент Сатойюки Фудзимура умудрился стать известным благодаря назойливой привычке. Он щелкает пальцами с такой скоростью, что фиксировать его показатель пришлось целой комиссии экспертов. Предыдущий рекорд составлял 276 раз. Анжелина Джелина кормила своих детей пауками. Во время поездки в Камбоджу голливудская актриса знакомила их с местной кухней. Деликатесы готовила сама, на глазах у детей разделывала насекомых и жарила на сковороде. При этом рассказывала, что именно так выживали люди во время войны.